Добрый вечер. О главных новостях дня готовы рассказать корреспонденту ОРТ Планеты. Я Алина Лебукаева. Здравствуйте. А сейчас коротко о том, что нас ждет в ближайшие 20 минут. Через боль и слезы. Что говорят оренбургские спортсмены о несостоявшейся для них Паралимпиаде в Рио. Пируэты по бордюрам. Почему жителям одного из домов Оренбурга приходится ежедневно прыгать через метровые лужи. Выборы 2016 на финишной прямой. Региональный избирком демонстрирует технические возможности. А в Ясном уже стартовало досрочное голосование. Развитие села – приоритет в работе правительства Оренбургской области. Об этом Юрий Берг заявил на встрече с участницами первого форума движения «Сельских женщин». Он состоялся в Кваркинском районе. О том, как прошла рабочая поездка губернатора на восток области и какие социальные объекты посетил глава региона, расскажет Анна Втюрина. Развитие и совершенствование здравоохранения на селе – это один из самых острых и актуальных вопросов дискуссионных площадок форума. Именно поэтому глава региона на особом контроле держит ход работ по реконструкции Кваркинской районной больницы. С посещения медицинского учреждения глава области и начал свой визит в Восточное Оренбуржье. Учреждение с августа идет капитальный ремонт. Реконструкция проводится в двухэтажном здании поликлиники в помещениях стационара. Губернатор лично оценил ход работы и встретился с подрядчиками. Завершится обновление больницы ориентировочно весной следующего года. Сразу после осмотра больницы глава региона посетил зональный форум движения «Сельских женщин». В числе участниц встречи десятки самых активных и деловых представительниц прекрасного пола. Это жительница Адамовского, Домбаровского, Яснинского и других районов Восточного Оренбуржья. Они собрались, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы семьи, материнства и детства. А также то, что уже сейчас делается для развития села Оренбуржья. Это беспрецедентные по масштабам меры поддержки материнства и детства. Модернизация системы сельского здравоохранения. Я сегодня побывал и посмотрел, как идет капитальный ремонт в Аркенской ЦРБ. Ремонты мы делали уже и в Адамовской, и в Нововорской. Есть еще проблемы, но много сделано и в Яснинской, и в Светлинской. Центральные районные больницы. Но работы еще предстоит много. Кроме того, в зоне особого внимания система поощрения педагогов, социальная защищенность оренбуржцев и господдержка сельхозтоваропроизводителей. Но чтобы жизнь оренбуржского села стала лучше, необходимы общественные инициативы, подчеркнул губернатор. А форумная площадка как раз и призвана повысить роль инициатив сельских женщин в разработке стратегии социально-экономического развития районов. У нас в Оренбургской области очень много женских общественных организаций. И одна из таких организаций – это движение сельских женщин. И все эти организации решают одну и ту же цель, одни и те же цели. Это улучшение жизни именно женщин. В продолжении форума прошла работа за круглыми столами. Участницы обсудили тему многодетности, женского здоровья, роли женщин в сохранении и развитии культурно-исторических традиций села. Все задачи и острые вопросы, которые возникли в ходе обсуждений, взяты на особый контроль правительства области. Анна Втюрин и Гребероев, Новости дня. Пять медалей на двоих. С таким результатом оренбургские легкоатлеты-паралимпийцы вернулись домой со всероссийских соревнований в Подмосковье. Александра Неделька и Диаса Сбасаров стали чемпионами альтернативной паралимпиады. Мой коллега Анатолий Юденич встретился с триумфаторами. О первых эмоциях и силе воли оренбургских спортсменов смотрите в нашем следующем материале. Последние перед паралимпиадой сборы российская команда проводила в Новогорске. Интенсивные двухразовые тренировки в ожидании решения суда о допуске или недопуске на игры. И оглушительная новость. Путь в Бразилию закрыт. Настроение у всех просто настолько подавленное было. Все плакали, рыдали. У некоторых бывает возможность подзаработать на собственную операцию. И всего лишили нас. Такая была, конечно, не очень хорошая атмосфера. Все расстроились очень сильно. Но все равно на следующий день все так же пришли на тренировку. Все начали готовиться. Труды не пропали даром. В срочном порядке на подмосковных базах Новогорска и Озеро Круглое были организованы альтернативные соревнования. Наши выступили отлично. Из басаров в жуткую погоду даже травмированный стал вторым на 100 метровке. И несмотря на надрыв мышцы выиграл прыжки в длину. Была очень ужасная погода. Вот я бежал 100 метров. Были лужи. То есть все было против спортсменов. Я получил травму надрыв в двух местах заднего бедра. То есть второй степени. И на следующий день прыжки в длину я кое-как собрался. Золото, да, меня порадовало, как утешение, наверное. А результат, с таким результатом я, наверное, года три прыгал назад. Неделька в первый день соревнований взяла два серебра. Сначала в спринте, а следом в прыжках в длину. С личным рекордом. У нее был 4,54, она прыгнула 4,96, ну почти полметра. Вообще, не знаю, в шоке. У меня были ноги ватные после 100 метровки. Я не знала, прыгну я сейчас или нет. Первые две попытки были заступы. Но я почему-то не держала в голове то, что все-таки я заступила. И я все-таки старалась набегать, прыгнула, полетела. Впервые в жизни у меня такое было чувство, что я лечу. Во второй день турнира Александра завоевала золото в эстафете 4 по 100. Все-таки первый раз бежали нашим новым составом, где я появилась у них, у девочек. Вот. И мы побежали по рекорду России. Все у нас получилось. Сейчас будем сегодня уже узнаем результаты, какие мы были на Олимпиаде. Сейчас наши герои отдыхают. На следующей неделе в Москве торжественный прием у президента страны. Анатолий Юденич, Роман Боричев, Виктор Яковлев. Новости дня. К теме спорта мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Честность выборов может проконтролировать любой желающий. 18 сентября россияне в онлайн-режиме могут отслеживать ход голосования. Центральные избирательные комиссии уверены, что эта мера поможет обеспечить качество проведения выборов. Информационный центр откроется в единый день голосования. В оперативном режиме он будет информировать представителей СМИ и жителей страны о ходе голосования. Будут включаться на прямую линию субъекты Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. И избиратель сможет в открытом режиме проследить ход голосования по выборам депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, непосредственно участвуя в такой процедуре наблюдения. Следить за явкой избирателей на выборы и предварительными результатами голосования можно будет через прямое включение. Вся информация на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. В рамках дня выборов уже сегодня в Ясном организовано досрочное голосование. Этим правом воспользовались военнослужащие. 18 сентября, в день выборов, они будут нести боевое дежурство. Голосование проведено на избирательных участках в поселке Комаровский. И в продолжение темы. Самое лучшее фото, сделанное на выборах, получит приз. Избирательная комиссия Оренбургской области объявила фотоконкурс. Чтобы стать участником конкурса, нужно в единый день голосования. 18 сентября прийти на выборы, проголосовать и сделать фото на фоне избирательного участка, ящика для голосования, информационного стенда и так далее. Затем сылфи следует опубликовать в популярной социальной сети. Итоги конкурса избирательная комиссия подведет 30 сентября. Победитель получит приз. Подробности на сайте обл. избиркома. Продолжаем выпуск. Прошедшие по всей области дожди обострили коммунальные проблемы. В нашу редакцию обратились жители одной из новостроек города Оренбурга. Лужи в их дворе не высыхают даже летом. Возмущенные оренбургцы обращались уже во все инстанции и пока безрезультатно. Кто виноват в коммунальном конфликте, выясняла наша съемочная группа. О нежеланном море за окном в материале Инны Маркеловой. Новый многоэтажный дом. Казалось бы, коммунальные проблемы должны обойти его жильцов стороной. Но практически сразу после заселения начались неприятные дворовые будни. Мусор вынести некуда. Походится складывать вот сюда, около столба, потому что даже здесь все залито. Даже летом в 50-ти градусная жара была, а лужа так до конца, так и не высохла. Дом на 400 квартир. Во многих семьях автомобили. Часть парковки из-за лужи просто нефункциональна. Рядом стройка. По предположению жителей, именно из-за этого забора в воде просто некуда уходить. Постоянно стоят автомобили строителей. Заставляют не просто наши парковки, а заставляют наши тротуары. То есть мы неоднократно вызывали наряд ДПС, мы вызывали эвакуатор. Жители не раз обращались в управляющую компанию с просьбой решить проблему. Но у Северо-Восточной есть ряд своих претензий к застройщику по соседству. Из-за реки вместо дороги компания не может очищать стационарные контейнеры. А строительная техника просто разрушает проезд. Мы обратились в адрес ПО «Стрела» с претензионным письмом, с просьбой, во-первых, прекратить проезд по территории придомовой, а также с тем, чтобы было восстановлено поврежденное в результате вот этого движения большегрузной техники дорожное покрытие. Чтобы устранить проблему, ответственным еще предстоит выяснить, в чем ее причина. К решению вопроса подключилось и управление жилищно-коммунального хозяйства города. В данной проблеме будет организовано совещание администрации города, на которое будут приглашены также представители застройщика, и будет решаться вопрос о отводе вот этих вод. Однако, пока будет решаться вопрос, лужа во дворе может увеличиться в разы. Синоптики обещают дожди до конца недели. Инна Маркелова, Владислав Горбунов, Новости дня. А сейчас рекламный блог, после которого мы продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск. Первый региональный форум организаторов детского отдыха состоялся в Оренбуржье. Место встречи – оздоровительный лагерь «Солнечная страна» в Тюльганском районе. Для гостей провели экскурсию по красотам учреждения, а после они приступили к работе на тематических площадках. Все подробности у Натальи Мороз. Насыщает клетки крови кислородом, то есть повышает иммунитет. Медсестра Ирина Блинова рассказывает Данилу, насколько полезен кислородный коктейль. Это первая поездка мальчика из дома. Впечатления от «Солнечной страны» в памяти Данилу останутся надолго. Нравится мне все абсолютно, все по-вашему классу. Такое ощущение, что как дома вроде бы, даже лучше. Сейчас здесь отдыхают одаренные дети и воспитанники школ-интернатов для слабовидящих ребят. Профильные смены в «Солнечной стране» теперь по расписанию. Этим летом оздоровительный лагерь впервые принял в «Солнечных детей» вместе с родителями. Сегодня здесь вновь встречают гостей. На этот раз участников первого регионального форума организаторов детского отдыха. Как и полагается в лагерях, торжественное мероприятие начинается с линейки. Более 150 представителей со всей области приехали в Тюльканский район за обменом опытом. Хочется им пожелать, чтобы они сегодня по-хорошему, кто-то по-хорошему позавидовал и что-то воплотил в жизнь, кто-то по-хорошему на себя разозлился в профессиональном плане и тоже что-то либо изменил у себя. Как сделать отдых детей безопасным и интересным? Волнующие вопросы участники форума обсуждают на пяти дискуссионных площадках. Сергей Матвейкин делится своим опытом, как этим летом в Миногорском районе сумели организовать профильный поток для трудных подростков. «Так как у нас воспитательным устраивались тренера, мы этих детей по их желанию распределили, по тем видам спорта, которые бы они выбрали, и в щадящем режиме мы как бы занимались с ними. Они там побыли, очень много детей записалось именно заниматься спортом». На детский отдых в этом году выделено более 900 миллионов рублей. 1150 оздоровительных лагерей приняли ребят по всей области. По словам организаторов, с каждым годом качество детского отдыха улучшается. За последние шесть лет в эту индустрию только из областного бюджета вложено более 2,5 миллиардов рублей. В финале первого регионального форума лучшим организаторам вручают почетные грамоты, пообещав, что такие встречи станут традицией. Наталья Мороз, Семен Воробьев, Новости дня. Безопасное электричество. Под таким названием сегодня прошел урок во втором лице Оренбурга. Энергетики рассказали и показали школьникам, какими страшными бывают последствия, если пренебрегать элементарными правилами безопасности. Такие уроки сотрудники МРСК «Волга Оренбург Энерго» проводят по всей области. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Скучных бесед ребята не любят, поэтому энергетики стараются разнообразить свои уроки. В ход идут наглядные картинки, видео и даже тренировка гусиного шага, которым нужно выходить из зоны шагового напряжения. Главная цель энергетиков – как можно доходчивее объяснить ребятам. С электричеством шутки плохи. Я узнала то, что нельзя, например, ходить, наступать на оборванный провод, нельзя приближаться к нему. Мне кажется, что если бы мы не знали этих правил, то мы бы попали в какую-нибудь опасность. Уберечь детей от беды – задача уроков по электробезопасности. По словам учителей, еще раз повторить правила обращения с электричеством лишним не бывает. Дети вышли после каникул. Естественно, что-то забыли, что-то не знали. А сегодня с помощью видеоуроков, с помощью презентаций, которые были представлены учащимся, они вспомнили. Что-то потом они расскажут своим друзьям, что-то обсудят с родителями. И, соответственно, эти уроки дадут очень большую пользу. Агитация и обучение – это часть комплексной программы по профилактике детского травматизма на электрообъектах. Вторая часть – техническая. В год по несколько раз производятся осмотры электроустановок под станцией, в особенности находящихся вблизи школ, детских садов. Это, в первую очередь, при осмотрах состояние замков. Если выявляются дефекты, неисправности, принимаются меры и меняются в этот же день. Добиться положительного результата можно только совместными усилиями, считает энергетики. Не только со школы, но и родителями, которые каждый раз должны напоминать своим детям. Нельзя поддаваться современным веяниям и делать селфи на высоте. А также играть рядом с линией электропередачи, находиться у энергообъектов во время грозы, подходить к оборванному проводу. Соблюдение этих простых правил поможет избежать большой трагедии. Александр Звежков, Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня. Самые спортивные ребята в Оренбургском районе – ученики Южноуральской школы. Это показал единый день сдачи ГТО. Он прошел в 25 школах Оренбургского и Переволодского района по инициативе общества «Газпромдобыча Оренбург». Газовики вручили главный приз – набор спортивного инвентаря. На награждение побывали и мои коллеги. Все подробности далее. Эти ребята из Южноуральской школы доказали всему району. Они самые спортивные. Результаты в подтягивании, прыжках в длину, беге и наклонах вперед – самые высокие. Георгий Лапшин стал первым в своей возрастной категории. Рассказывает, ГТО помогло почувствовать свои силы и определить, над чем ему еще стоит поработать. Это было довольно-таки сложно. Всего было четыре задания. Конечно, были очень достойные соперники. Но все же мне получилось одержать победу. По итогам сдачи норм ГТО в Оренбургском районе – первое место у Южноуральской школы. И она получила главный приз – набор спортивного инвентаря от газовиков. Таким же будет награждена школа села Япрынцево, которая стала лидером в Переволодском районе. Напомним, что единый день сдачи ГТО в Оренбургском и Переволодском районах состоялся в прошедшую субботу. Испытания прошли более четырех тысяч школьников. Все ребята охотно, охотно, что очень важно, в это включились. Это вообще здорово, что возродили эту программу. Конечно, самым главным украшением там была вот эта площадка, которую нам сделали «Газпромдобыча Оренбург». Шикарная площадка. Дети там с удовольствием выполняли все нормы ГТО с огромным удовольствием. Проверить свои физические качества – это силу, быстроту, выносливость – смогли учащиеся 15 школ Оренбургского района и 10 школ Переволодского. На подготовку материальной базы к сдаче ГТО и наградной материал предприятие «Газпромдобыча Оренбург» направило 650 тысяч рублей. Поддержка массового спорта – один из приоритетов социальной деятельности предприятия. Мы не только работаем здесь, мы здесь живем и также продвигаем спортивные мероприятия. Мы строим спортивные комплексы, спортивные площадки, оборудуем хоккейные корты. Ребята серьезно готовились к испытаниям, тренировались на стадионах и в спортзалах. И хотя день сдачи ГТО состоялся, но по признанию школьников им удалось почувствовать вкус к физической культуре и спорту, которые теперь для многих станут стилем жизни. Деляя Рабусева, Семен Воробьев, Новости дня. Помощь вместо агитации. Депутат Государственной Думы Сергей Катасонов встретился со сторонниками партии в Бузулуке. О предстоящих выборах говорили совсем недолго, ведь о партийной программе либерал-демократов люди и так наслышаны. Поэтому многие решили воспользоваться личной встречей с депутатом, чтобы попросить о помощи. Почти сразу люди стали жаловаться на проблемы своего города, на качество медицины и пассажирские перевозки. Говорили, автобусов так мало, что до дома добираются часами. Все эти проблемы, они все-таки искусственные. Они связаны с управленческим, скажем так, элементом. Сегодня главы и глава города Бузулука за оптимизацией он не видит людей. Реально происходит процесс, когда он не избирается населением теперь. И практически он имеет карт-бланш и может делать все, что ему угодно. Обычно за помощью в ЛДПР обращаются уже пройдя все круги бюрократического ада и не найдя поддержки нигде больше. И многие сторонники партии могут рассказать, как именно либерал-демократы решили их проблемы. Я асматик, и я не получаю бесплатного лекарства. Он меня выслушал прям лично, он со мной соединился и сказал, помогу. И вот на протяжении двух лет я его получаю. И все есть поводы верить, поддерживать и в день выборов голосовать за ЛДПР. В ЛДПР говорят, помогать рады, только далеко не все можно решить депутатским запросом. Многие проблемы можно снять, только изменив законы. А пока партии просто не хватает голосов, чтобы проводить свои проекты. Конечно, мы в частном порядке с удовольствием помогаем. И с лекарствами, и с другими моментами. Но концептуально, бузулчанам, нужно понимать, если мы хотим качественно изменить жизнь, нужно менять законы. Нужно менять депутатов. Другого варианта нет, надо идти на выборы, надо голосовать за ЛДПР. И в заключение выпуска кадры из Оренбурга. Жители одного из домов решили не ждать, пока управляющая компания обратит внимание на их дом. И сами преобразили свои подъезды. Теперь они больше похожи на картинную галерею. Так выглядят подъезды дома номер 20 по проезду коммунаров. В каждом своя тематика. На стенах картины, на окнах тюль. Жители дома сами решили сделать свой подъезд уютнее и спросили у соседей, нет ли у них старых картин. Выяснилось, что у каждого в чуланах нашлось то, чем можно украсить подъезд. Вначале просто решили немножечко украсить. Ну вот это вот мне надоели, вот эти провода около меня. Много очень картин у каждого в подвалах. На достигнутом останавливаться не собираются. В планах развести на подоконниках подъезда живые цветы. На этом у нас все. Подробнее на нашем официальном сайте media56.ru. Следите за новостями дня вместе с ОРТ Планета. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера.